МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Совместная работа ведомств и организаций по взысканию денежных средств с лиц, обязанных возмещать расходы на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, была в центре внимания на очередном заседании городского исполнительного комитета. Брестское областное кадетское училище отметило свое пятилетие. На торжественных мероприятиях, посвященных этой дате, а также на принятии клятвы, побывала и наша съемочная группа. Накануне работники Департамента охраны отметили свой профессиональный праздник. Лучшие представители Барановичского отделения были награждены грамотами, благодарностями и знаками отличия. Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Вести Барановичи». В центре внимания на очередном заседании городского исполнительного комитета был вопрос о совместной работе ведомств и организаций по взысканию денежных средств с лиц, обязанных возмещать расходы на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении. Подробнее об этом в первом сюжете выпуска. Заседание горысполкома началось с кадрового вопроса. Было принято решение о назначении на должность директора средней школы номер 15 Хитрика Николая Николаевича, который начинал со школьного учителя и его педагогический стаж составил более 15 лет, а позже трудился в должности начальника управления образования и управляющего делами Барановичского горысполкома. По состоянию на 1 октября 2016 года на учете в отделе образования, спорта и туризма Барановичского горысполкома состоит 285 обязанных лиц. Из них в Брестской области проживает 197 человек, 154 в Барановичском районе и в городе Баранович. По словам Елены Соловей, процент возмещения расходов на содержание детей, находящихся под государственной защитой, за 9 месяцев составил в нашем городе 56,7%, что выше среднеобластного показателя, который составил 51,9%. Однако сумма общего долга государству все равно достаточно велика – 172 тысячи рублей. Дело в том, что многие обязанные лица работают на низкооплачиваемой работе, и у них недостаточно квалификации, чтобы перейти на более высокооплачиваемые должности, даже если таковые забронированы для такой категории граждан на том или ином предприятии. Многие горе-родители просто не являются на работу, постоянно находятся в алкогольном опьянении, не открывают дверь сотрудникам милиции, которые в принудительном порядке могли бы доставить их на работу. Так, за этот год общее количество прогулов обязанных лиц составило около 4 тысяч дней. Также членов Барановичского горосполкома волнует тот факт, что сильно уменьшилось по сравнению с прошлым годом количество возврата детей в биологические семьи с 18 до 8. По состоянию на 1 октября 2016 года в городе 312 детей из 182 семей состоят на учете, как находящиеся в социально опасном положении. Для сравнения, на это же число 2015 года на учете состоялось 288 детей из 174 семей. За 9 месяцев текущего года 22 ребенка были признаны нуждающимися в государственной защите. В 8 несовершеннолетних возвращены в биологические семьи. В отношении 13 детей родители лишены родительских прав. Конечно, все заинтересованные службы, прежде чем изымать детей из семьи, делают сначала все возможное, чтобы этого не случилось. Но если родители все равно не берутся за ум, дети все-таки отправляются на государственное обеспечение. И, как правило, изымаются они из таких семей, вернуть в которые их уже не представляется возможным. Отсюда и такие показатели. В чем причина? Причина в том, что мы очень поздно признаем деток в социально опасном положении. И мы их признаем нуждающими в государственной защите, когда наша семья уже практически в плачевном состоянии, и привести ее на рельсы нормальной жизни очень тяжело. Поэтому наша задача, задача отдела образования спорта и туризма – это раннее выявление социально опасного положения. В целом, работа всех ведомств в этом отношении была признана удовлетворительной. Были выявлены недоработки и намечены дальнейшие пути достижения лучших результатов. В частности, будут чаще проводиться обучающие семинары для кадровых служб городских предприятий, по работе с обязанными лицами. А социально-педагогические службы направят больше усилий именно на раннее выявление неблагополучия в семьях, чтобы необходимость изъятия детей можно было не только признать, но и предотвратить. Мы выпивали! Брестское областное кадетское училище отметило свое пятилетие. На торжественных мероприятиях, посвященных этой дате, а также на принятии клятвы в деревне Ястримбель Барановического района, где находится училище, побывала и наша съемочная группа. Брестское областное кадетское училище, одно из восьми существующих в Беларуси, открыло свою дверь пять лет назад. Сегодня азы военного дела здесь осваивают более двухсот учащихся восьмых, десятых и одиннадцатых классов. С каждым годом конкурс кадетское училище становится все больше и больше. В этом учебном году восьмые классы на одно место конкурс составил среди девочек 3,6 человек на место, среди мальчиков 2,4. И мы в этом году взяли 49 человек. В торжественных мероприятиях, которые проходили в юбилейный день в училище, приняли участие не только сами кадеты, их преподаватели и родители, но и многочисленные высокие гости. Представители министерства образования, шефы кадетских классов, военные барановического гарнизона, сотрудники милиции, члены союза офицеров, духовенства и выпускники училища. Кадетское училище за 5 лет существования было 5 выпусков. Из 236, 94 учащихся или кадета поступили в учреждения силовых структур. Это военная академия, академия министерства внутренних дел, чрезвычайных ситуаций. Во время линейки на плацу ко всем присутствующим обратились представители руководства училища. Прозвучало много добрых слов о достижениях и успехах этого учебного заведения. Лучшие кадеты 10 и 11 классов получили погоны и звания вице-сержантов и старших вице-сержантов. А почти 50 воспитанникам училища, поступившим сюда всего два месяца назад, этот день особенно запомнится еще и принятием клятвы кадета. Перед лицом своих товарищей, педагогов, родителей, гостей клянусь быть достойным гражданином, патриотом нашей Родины, Республики Беларусь. Клянусь! Клянусь! Кадетское училище – это по своей сути та же армия. Дети носят форму, живут согласно режиму и домой попадают нечасто. Но большинство из них легко привыкает к таким условиям, потому что хорошо понимают, для чего им все это нужно. Как, например, кадет Дубинин, который в училище пришел вслед за другом, но прежде всего руководствовался планами на будущее. Я привык уже к дисциплине, потому что без дисциплины здесь никуда. Здесь надо строго подчиняться всем указаниям воспитателя или командира взвода. В моих планах поступить в университет пограничной службы – это моя мечта с детства. Около 20% от общего числа кадетов – девочки. Им, конечно, сложнее, чем парням отвыкать от домашнего уюта и материнской ласки. Особенно в начале. Да, это было очень тяжело. Но воспитатели нам оказывали поддержку. Они были нам за родителей, всегда понимали нас. Если девочки плакали, успокаивали. Они надавали все, что им было нужно. Между тем, как говорят сами девочки, большинство из них приняли решение пойти в кадеты самостоятельно. Кого-то даже отговаривали родители. Например, Екатерина и ее одноклассница Ольга считают, что именно училище сделает их с малых лет самостоятельными, ответственными и стойкими в любых жизненных ситуациях. А также позволит легко поступить в ВУЗ. В кадетском училище мы проживаем здесь целый день, сутки. Нас выпускают домой раз в месяц на увольнение. Тут нам дают подготовку. Также мы учимся стрелять, маршируем. Преподаватели дают нам знания по военному делу. По окончании 11 класса, если в аттестате оценки 7 и выше, мы поступаем без ЦИТ в систему национальной безопасности. И действительно, опыт показывает, что выпускники кадетских училищ почти не покидают рядов служб национальной безопасности. Они на всю жизнь остаются верными и преданными своей родине. Кадетское образование сейчас одно из приоритетных направлений деятельности системы образования в целом. Поскольку формируем дух будущих защитников Отечества. Поскольку здесь мы сможем отразить все те цели, которые стоят в целом по защите нашего государства. В данной ситуации уже за 5 лет создания первых кадетских училищ мы уже видим положительные результаты по тому, насколько выпускники кадетских училищ выгодно отличаются от учреждений общего среднего образования иного вида. Каждый из этих ребят кадетский девиз «Честь, долг, Родина» считает и своим собственным девизом. И именно с ним они собираются с гордо поднятой головой идти дальше по жизни. Уважаемые телезрители, 9 ноября с 12 до 13 часов будет проходить выездной прием граждан и прямая телефонная линия с заместителем начальника Барановичского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, начальником экспертно-криминалистического отдела подполковником юстиции Крупиной Дмитрием Михайловичем по адресу город Ганцевичи, улица Ломоносова, 14А, кабинет 102 в здании отдела внутренних дел Ганцевического райисполкома. Предварительная запись на прием осуществляется по телефону 8 0 163 41 21 88. На прямую линию, которая будет проводиться во время личного приема граждан, можно звонить по номеру 8 0 164 62 27 85. 29 октября работники Департамента охраны отметили свой профессиональный праздник. Более 650 жителей нашего города связали свою жизнь с работой и службой в этом подразделении МВД. Накануне в актовом зале технологического колледжа, где прошли торжественные мероприятия, посвященные 64 годовщине, лучшие работники Барановического отделения были награждены грамотами, благодарностями и знаками отличия. Десятки мужчин и женщин были приглашены на торжественное мероприятие, посвященное 64 годовщине Департамента охраны МВД Республики Беларусь. У многих за плечами длительный опыт работы и службы, в их числе и Николай Васильевич Гончарук, проработавший в целом в системе МВД 25 лет. Если вернуться назад на 20 лет и сравнить то, что было тогда, то, конечно, и техника посильнее, и средства связи, и средства охраны, все, так сказать, оно на сегодняшнем должном уровне. Поэтому, если там, я не говорю, сколько там было ключей по охране, но тогда было очень мало, а сегодня, видите, уже дневные группы есть, которые охраняют квартиры наши в городе. Вот. Поэтому, ну, как говорится, прогресс, он везде есть прогресс. И в самой техническом обеспечении охраны. Ну, я, поскольку руководитель группы кадров был, да, то, ну, может быть, я сильно не вникал в их технические вопросы, но, видя так, как оно все развивается, то заметно, так сказать, рывок сильнейший. 29 октября 1952 года вышло постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР об использовании в промышленности, строительстве и других отраслях народного хозяйства работников, высвобождающих из охран и мерах по улучшению дела Организации охраны хозяйственных объектов, министерств и ведомств, положившие начало Организации вневедомственной охраны. Так началась история службы вневедомственной охраны. За десятилетия она претерпела не одно реформирование. Весной 2002 года приказом Министерства внутренних дел был утвержден геральдический символ объединения охрана премиум ВД Республики Беларусь. Выполняя функции по защите всех форм собственности, Департамент охраны и подразделения на местах осуществляют предупредительно-профилактические мероприятия, направленные в первую очередь на борьбу с преступностью. В состав департамента входят милицейские, военизированные, сторожевые подразделения, инженерно-технический и обслуживающий персонал. От всей души хочу вас поздравить с 64-й годовщиной образования Департамента охраны. Пожелать им всего самого наилучшего – тепла, мира, любви, взаимопонимания, здоровья, вашим семьям. Всего самого наилучшего. В этот день 40 работников Барановического отделения Департамента были награждены грамотами, благодарностями, званиями и знаками отличия за добросовестную службу и активную жизненную позицию. Сегодня Барановические отделы Департамента охраны МВД Республики Беларусь – это мобильная, технически оснащенная и хорошо вооруженная служба, способная успешно решать задачи по обеспечению сохранности всех форм собственности, вносить весомые вклады в борьбу с преступностью, обеспечение охраны конституционных прав и свобод жителей и гостей города Барановичи. Мы на пульсе всегда вострок, хватит силы в руках и ума, вот где точно бы ошибки не поделись, вот где истина минута дорога, и звучит в сердце наших песен. Честь тебе, господа! Десница великомученика Дмитрия Солонского будет перевезена 4 ноября в Беларусь, сообщает Белта. Делегация Элладской церкви доставит святыню Свято-Духа в Кафедральный собор города Минска. Встречу мощей возглавит митрополит Минский Заславский Павел Патриарш-Экзарх всея Беларуси. Десница будет пребывать в Минске до 6 ноября, после этого святыня побывает в других городах Беларуси. Это вся информация на сегодня. Впереди вас ждет реклама и прогноз погоды. А я прощаюсь с вами. До следующей встречи в эфире. Всего вам доброго. До свидания.